вот на меня вышел илья его зовут человек мы с ним немножко пообщались он смотрит ваши ролики очень расположен и кстати нет несколько или за последнее время выходила один ильято набоков который я вам уже про него говорил а это другой и вот он мне по ватсапу звонил и попросил задать вот такие вопросы он сейчас глубоко изучает и библию и многие вопросы веры и вот он спрашивает игнатий тихоныч а почему же говорит зачем и кем было скрыто имя бога иеговы открытой моисею в третьей главе исхода и почему же все таки в одно его в библии то оставили то есть там 7 раз упоминание в переводе в нашем русском она есть можете рассказать про это имя почему и вы говорили что его скрыли на основании чего вы так посчитали вот макарий глухарев когда переводил он оставил как есть в оригинале а в оригинале слова яхве или как с принято уже теперь нам на звук иегова встречается 7000 кажется 54 раза тысяч в переводчики перевели 8 раз только вот в русском все на дальнем переводе но естественно у меня сразу вопрос возникает почему я стал обращаться до кого него новое имя иисус христос нет в библии оставлено но вы хотя бы разговаривая о праведского завета по риме и считаете ну хотя раз дайте знать в ветхом завете неоднократно говорится прославлю имя твое слово имя встречается сотни раз вызовнув даже вот взятощий наш досветится имя твое а имя нету но молитва сама досветится имя твое и почему рядом бы не поставить досветится имя твое господь сказал имя но выйдет а в конце там или где-то скажите а имя господне места указать нету вообще нету ни в одном богослужении нигде нет ни вечерних не утренних молитвах а так как я все время знаю с разными людьми я поневоле начал думать это не от бога скрывать имя божие и поэтому ответ только один значит тот кто больше всего боится и с кем он не извергнут и под этим именем он это и сделал я по-другому не могу ответить другого ответа просто нету как имя господне можно скрыть хотя имя господне величие но слово твое превыше всякого имени твоего сапсалмопевец говорит выше имени его только слово само вся святая библия вот когда начинает гордо ветхий совет нами завет нам не нужен один вопрос евангелие от иоанна 5 39 иисус говорит исследуйте писание и чтобы через них писания вы думаете иметь жизнь вечную они свидетельствуют о мне о каком писании говорю но об евангелии какой евангелии когда еще христос на земле евангелие первое из 27 книг нового завета появится только через пять лет марка через 7 лука 15 а ян через 35 значит речь шла только о ветхом завете и господь им говорит исследуйте они а мне свидетельствует через них думаете иметь жизнь вечную а здесь нам не надо ветхий завет он пришел не нарушить но исполнить ведь это же не не сегодня сказано было православное то совсем не знают а раз не знает не знает и его нарушаешь писание нужно знать на первом месте на первом месте уже все остальное позже нет что угодно раньше будет описание вообще никакого нет я тут тоже стал додумываться и стал искать корни этого и нашел что все это делает один и тот же враг душ человеческих а кто это скрывал переводчики не скрыли хотя бы эти восемь мест употребите где-то помените паре мих а то что такие были переломные моменты когда моисей не знает имя гать я приду скажу они скажут как имя этому богу потому что божеств было много он господь открылся я сущие голова отче наш сущий на небесах сущий проси и голова она слова здесь есть перевели так никак нельзя этого делать поэтому этому илья и ответь скажи мои исследования за 58 лет и нахожу этому подтверждение сделал дьявол по-другому никак не могло быть потому что не выкинь ни одного слова не прибавляй не убавляя то убавили повторяю в оригинале 7054 кажется раза счет и говорит это же потрясаю где-то поэтому я стал это слово везде употреблять только в свои стихотворениях кажется 900 с чем-то раз употребил тысячи раз в своих книгах умышленно чтобы оживить как у алексея толстого поэта говорится создать встречное течение как бы к нам не относились люди а мы создадим новое течение на встречу то которое они создали и там видно будет вот весь ответ поэтому я от этого что они скрыли не страдаю виновата они я употребил тысячи раз повторяю имя его вы говорю проповеди прямо конкретно об имени все ну вот иные говорят что у бога там 500 имен и вот это одно как бы за язык имен почему мы должны именно это имя выделять вопрос а как раз не выделяем и остальные все употребляются но его дверь допустим дверь мы еще будем говорить дверь показалось через него входить имена то и не тех которым он открылся 500 на 500 на он-то открылся с этим абрааму моисею с одним именем открывался уже не сказал я виноградная лоза называй меня лозой или 83 12 псалом я есть солнце и щит ну давай будем назвать щит тоже непонятно определенная четко и название то есть он всегда существующий откуда бог взялся сущи иегова слова его оставить все на место ему нет начала нет конца он сущий всегда сущий вот когда дается толкование на какое-то место допустим апокалипсис и приводится места из апокалипсиса насущие то есть то что непосредственно из библии а дальше толкование а это сущие то есть вечно существующие от предвечности данные людям мы должны к этому отнесись со всей серьезностью не просто тут убавить они убавили убавили сокрыли имя мое господь говорит я когда все это до конца докопал увидел ужас один что с нами делается народ то ничего не знает о боге вообще ничего не знает а правильно говорят получается свидетели стражевой башни то что это его имя собственное непосредственно то есть то это имена у него по свойствам а это прям собственный как есть но я про это и сказал он сам открывается с этим именем как тебе имя иегова моисея спросят скажи иегова его от перевода что переводится сущий абрама с этим именем открылся 500 то 500 но это по свойствам его имена какие свойства у него страшные есть большой буквы страшный но не будем говорит страшный услышь меня как там уже привыкли к тому сущий подходит обведи сейчас и его православных то ну хотя бы раз где-то за две тысячи лет ни разу не помянули имя ну вот ясно что скрыли умышленно перевозчики не скрыли тебе легко брать из библии вот выходит в библии это имя более семи тысяч раз упоминается в оригинале да да в оригинале яхве яхве где слово господь стоит слова яхве да так ну тогда следующий вопрос относится ли заповедь не упоминай имени божьего понапрасну непосредственно к этому имени или вообще это относится просто слова ты признаешь бог господь или так имени именно относятся мы понимаете здесь не имеем никакого толкования и поэтому имя это они даже бог сегодня пишет б тире и г ну чтобы не поминать шану как ошибешься потому что кара за это но они хоть какие-то меры принимают а у нас я клянусь тебе да ей богу но на каждом буквально шагу везде но мусульмане понятно они клянутся и клянутся они не знают истины еще спрашивать с них но мы-то это знаем нам дано и поэтому имя господне то есть бога не призывай свидетели если это не нужно а если где-то павел говорит я это никогда не делаю потому что я уверен что я говорю правду а ну-ка где-то что-то мне мало известно я как-то имя господне употреблю всу и у нас как что-то упал ой господи опять спотнулся ой господи сказал господи да добавь чего ты хочешь от него вот я здесь говорит господь воззови ко мне и услышу тебя вот и все и господи помилуй лесов уберут это 40 раз слова иегова помилуй иегова помилуй иегова помилуй а его имени нету ну а вот допустим сказать так бог с ним ну ну бог с ним говорят бог с ним можно люди говорят и на высшем а черт с ним но другие говорят бог с ним является ли это суе название тут надо знать даже конструкции предложения да благословит вас бог мы это говорим бог не называя его господь тогда сразу же делается наклон сюда господь да благословит господь с ним да будет то есть это мое пожелание то есть я вижу что по-другому никак и желаю ему благо благословляйте врагов а не проклинайте то есть расположение божье чтобы вызвать прости ему господи да я облеплен этими нападками и проще но я прощаю все чтобы ему препятствия не было прийти и перепасть к голгофскому кресту весь тут просто все я просто боюсь вот не вари козленка в молоке матери это надо придумать так подоить козу а потом козленка убить и в молоке варить это вообще ну они боялись греха люди эти вот считаешь талмуде оттуда же это пришло и они сейчас в ресторане там где-то в аэропортах везде где есть два окошка в одном молочное в другом весное ни одному человеку за все существование израиле не удалось получить одновременно в том и в другом доктор если один раз где-то у кого-то может быть теоретически гипотетически может быть и поэтому вся страна будет поражена вот как они смотрели никак и потому чтобы никак не было никогда чтобы вот я в лагере никогда не было чтобы того ему другому дать приезжают люди консервы там хорошая я грудь молочное у вас есть не берете они видят у нас там и сметана и сыр и молочное они тогда эти свои хоть собакам отдавай молочное и мясное не должно совмещаться чтобы случайно случайно не нарушить повеление божие это в страх божий мы даже себя оградить в этом не поминайте в суе напрасно неподтвержденно господь великий и страшный не употребляйте не призывайте его в свидетели да бог знает бог видит я не виновен я зачем мы перед богом стоим молимся этого достаточно да и не то что сверх того то от лукавого вот и весь ответ я не хочу чтобы от лукавого было а мне ограничения да и нет да я должен сказать так где сократно проверено я знаю что это так определенная щетка если сказал нет проверять не надо а какие доказательства вот когда смотришь то на потерявших прудах там валан берлиоз сидит этот бездомный иван доход не надо никаких доказательств я там был когда его распинали все не надо доказательств я это пережил у меня все здесь и мне доказательств а ты не веришь я веру дать тебе не могу я поверил в это поэтому каждое слово оно во мне отпечаталось как олово на же камни как они вырубали туда заливали олово или что-то ну значит это считалось прочим олово вот и весь страх божий имеешь поминать не будешь я сказал почему я христианин а какие доказательства я христианин это доказательство того что я говорю правду никакая ложка мне не войдет почему рожден от бога не может грешить мне это противно вот сейчас один написала чтобы в армии его не взяли ну что-то сделать может быть сослаться на какую-то болячку но конечно я не смогу тогда на машине на своей ездить но пожертвовать этим я говорю самое правильно сделал никита колесников никита андреевич он приехал пять лет у нас откантовался как приехал теперь его уже по возрасту не возьмут и отношения сохранились хорошие там конечно потеряем кем там насчет женщин начал говорить и усекли но я-то там не был и он приехал ко мне его одарил книгами помолились поцеловались и уехал и мы сейчас все время здесь нигде нету ни одного слова против он не роман не видишь как у него наша школа какая у него никакой а как он сейчас и занятия ведет и старается он он очень умный он много знаний сейчас имеет и прямо обращается к знаниям и читает очень у него он мне по компьютеру все время помогал вот и все самый правильный путь а если у нас которые в армии идти я знаю тут сразу высылаю альтернативная такая то и пункты а украине этого нету обязан найти а здесь нет я написал и все я оружие брать не могу корректировщика огня не могу снарядов по заряжающим не могу быть копать могу спасать на заминированном поле я пойду я ради бога это все делаю ну вот мы с отцом обсуждали наверно на наше время на нашу жизнь уже придется война вот на наши у меня отец по военной профессии сапер у него по военной и вот он говорит и мы обсуждали ну что призывает в армию если сапер то вот я как сказал что можно идти сапером с одной только целью разминировать то есть если заранее ты говоришь что ты только занимаешь разминирование больше ничем когда это же можно такой пойти до мужа по если так все для жизни он есть жизнь а не смерть поэтому вот этот знаете этот фильм адвентистом в америке то них и как он сколько спасал соображением совести фильм называется очень хороший но благ благодарю значит понятным не произноси имя господа бога твоего в суе означает не только имя иегов или яхва а вообще мы лучше не будем трогать его и никакие его титулы ну то есть свидетель и брать бог свидетель то есть мы его берем как свидетель это одно из качеств его не надо я сказал да и нет начинает привязываться так вы никогда не говорили не ошибались где-то я тебе говорю значит умышленно и нигде этого я нигде не умышленно это совершенно другая статья но не умышленно я сидела вечером часы перевели а я сижу здесь и не расслышал ну и рядом со мной человек был в ограде все это я не вижу людей нет я пошел а служба уже началась да как же так батюшка объявлял я не слышал виноват прости господи туда следующий вопрос верен ли мы сарецкий текст септуагинта согласно иван согласно уанну златоусту то есть более предпочтительнее чем мы сарецкий и вот вопрос вы же его начитывали хорошо знаете почему и в чем он нашел различия и не в пророчествах ли оба иисусе вот доверие в масарецкому тексту спрашивает человек насчет этого доверия только почему со с него перевод масарецкий на каком языке еврейский еврейский так это оригинал оригинал не может быть хуже перевода вот и все перевод вот допустим а акилов я дать и он симах три перевода и четвертая септуагинта и он затоуст не отдавал предпочтение ни одному переводу имел перед собой 4 перевода и говорил видя каков какая разница в них но это об одном и том же вот это самый правильный подход вот я говорю это мне как известно на немецком английском разница есть в переводе с русским но там написано приблизилась а по-английски царство небесное приблизилась там написано царство небесное под рукой то есть еще ближе у проб руку плетение но никак бывает как бы так и богатая нужде бывает там это и львы жаждут добычи альба львами называется богатые противоречия никакого а может ли быть такое что вот есть такой у нас богослов он в церковных структурах не состоял и там даже на него гонения были евгений авдеенко и он он у него барлы масорецкий текст он на оригиналах читал и септуагинта и он сказал говорит что они до друга дополняют и он их не но предпочтение тому не тому не давал он говорит они друга дополняют и он когда в целом изучал читал допустим в одном прочитал так в другом так и он это все это и другое брал как истину такой подход правильный допустим написано сказано про каина да скиталец будешь как там написано будешь скитальцем в масорецком тексте а в том написано стенающим будешь и трясущимся он говорит и правильно это это они и стенающие трясущие еще и скитальцы давно раскрывает больше нос допустим слова кос я скажу по-английски я где-то 18 значения знаю а что именно из контекста видно а переводит перевод нам как понятно говорит оригинал и он всегда выше это то что прямо от бога записано сказано а теперь уже от наших знаний зависит насколько хорошо мы знаем это вот этот блаженный и раним жаром в ефреемской пещере проводят почти 30 лет учиться у еврея стали старого и перевод считается лучшего бульгата но он не может быть лучше перевод лучше оригинала это смешно было бы не как это слепок рисунок рисунок это что-то подкрасить он может быть у меня там убрать морщины пятна ну оригинал лучше потому что я такой как есть так и там это очень не просто переводить я перевод переводил для офицеров учиться которые там в академии я занимался языками я всегда знал мои знания крайне ограничены мизерные хотя я беседовала за там за два часа как раз одну ошибку сделал беседы с англичанами сам заметил но я никогда не думал что я там какой-то переводчик или да я делал переводы проще мне это нравилось и я тем жил на самом деле повторяю я по каким-то отдельным областям военное дело знал а когда до дело дошло по религии тут мне словарь нужно было и по-русски эти слова не знал а где бы их их нигде не в литературе нигде нету блаженны там нищие духом так что до дополняю выполняет но всегда ты должен знать приоритет оригиналу с него взята слепок но видите в чем дело почему они ссылаются на септуагин то есть многие ставят ее выше потому что этот перевод был сделан до пришествия христа там 2 3 от 1 до 3 века до рождества христова а масорецкий текст вот этот последний он уже после пришествия христова и и даже златоуз замечает и говорит что здесь можно умыслить что они изменили текст в некоторых местах чтобы скрыть именно про иисусе речь пророчества что мы можем сказать так берем на себя миссии опровергатели слова божьи и господь ведь я бодрствую над словом моим когда иеремии говорится видишь миндальное дерево правильно видишь и господь ему говоришь так я бодрствую над словом моим куда это деть небо и земля придут слова мои не придут а он еретики могут церковь не может это делать отдельно где-то кто-то как-то церкви не надо ничего подгонять оно как есть у нас смоковница а у нас смоковницы нету здесь не растет она где ну можно посадить яблони нет смоковница там можно сказать там начальник а там написано определенно садуке такие это звания вот допустим хлеб наш насущий дай нам есть переводят для якутов а у них хлеба никогда не росло сушеная рыба они там начинают вставлять слова юкола да как будто понятие будет но там речь не о рыбе идет о хлебе разъясни как он растет так на а для китая рис рис нас насущный дошло вниз конечно я знаю что феофан затворник был против масса редского все из масса ретились как он говорит то другое но это оригинал и говорит что евреи что-то там изменяли но чтобы сказать что изменяли они должны сказать сослать себя на предыдущий перевод а этого не делает это слова неподтвержденные ничем еще бы ради они это делались они имеют страх божий переводчики переписывали по одной букве каждая строчка рядом цифра сколько букв если была нарушена потеря хотя бы в двух местах свиток уничтожался хотя уже 5 лет его переписывают поэтому они дрожали трепетали как одеться должен какая бумага кто это вот в этюдах эти и чудо так на этого отца геннадия паса там подробно там все описано какие чернила какое слово нельзя оторваться даже если война будет подробности много саперта там говорится а как называется называется геннадия паса оттуда этюды этюды так и называется я туда много там описывается я много оттуда взял и я могу сейчас просто отец что я там выписал относительно перевода я прям после поговорим я сразу выпишу из своих книг у меня 33 тома открытым оком они на два файла я сразу его найду по слову поисковину зону он изучил этот вопрос и увидел что невозможно у нас нет никакого основания говорить так нету ничего это вот они до после этого да я живу легко и свободно и радостно я не подозреваю людей в том что недоказуемо всегда нужно думать лучше чем ты видишь так ну тогда такой вопрос выходит такой вопрос мацарецкий текст он все равно был написан позже он написан евреями был не связан с христианцем так ну считают так мы не знаем дети но почему тогда почему тогда вот есть 53 глава и сайи который ясно говорит об иисусе христе но и они ее не оставили они могли бы это закрыть же получается еще одно доказательство что мы не имеем права на людей возлагать бремя которые сами не понимаем как повернуть его и думать о них плохо но изменит что изменится когда ты слово божие сказило не знает у них притча соломона есть читает 30 глава 5 6 стих слова всякое слово господа чисто не приваляя к словам его чтобы он не обречил тебя ты не оказался лжецом где-то они могут здесь здесь нет никак сегодня эти песни как они выглядят они смотри как не трогают нет это не годится вот начинает говорить там о немцах как было там или даже ты проникли во все это зачем тебе говорить неправду следующий вопрос герменевтика в талмуде вот по поводу есть такая как бы направление и евреи говорят определенные учителя что талмуд толкуется в три то есть прямое толкование непосредственно то есть буквально и дальше там образное и третье самое сокрыто от всех боев там какое-то там она скрытое который если ты владеешь первыми двумя ты можешь третье только знать и вот вопрос задает илья говорит вот это скрытое толкование пяти книжи моисеева стоит ли вообще христианам в это вникать и это изучает не стоит забудь про это считай евангелие исполняй судим мы будем по слову его а скрытый талмуд талмуд это не книга это 12 томов и буду все да я много потратил на это время занимался у меня 23 24 25 три тома посвящены этому я знаю о чем говорю конкретно и не когда через грань эту не перелазит я просто беру сравниваю гляжу и только ахо и охо и как они о нас думают мы дали повод им а нас думать плохо и они имеют основание говорят потому что он не евангельских христи какой-то там и поэтому он говорит уже не знаю евангелие но мы потом подтолкнули его к этому вот моей жизни не разу не было чтобы умышленно мне зло делал евреи или мусульманин иудеи ни разу тем более я говорю так открыто что они могли бы на меня знаешь как тем более каждый день тут с ними ни разу и никто нигде если попадал в их где-то там страна или что-то они стремились мне всячески помогать а вы зазомбировали там всякую глупость говорят а чтобы зазомбировать значит меня я много лет учился в египте в индии этому искусству волшебства это прямо записки поступали в университете краевал занятия я не учился не ездил в египте не был в индии не меня не тянет ну то есть как этот сергей георгиевич козлов говорил везде одна брехня ну вот помнится еще несколько лет назад на вас поднялся один масон синицкий и начал против вас снимать ролики много роликов и потом кто-то на него все досье это вывел какая у него биография что это за человек то что он посвященный там у него есть то есть он агентура масонской и как раз занимается уничтожением опорочением всего христианского все что у нас есть в россии я очень удивился именно когда он именно вас коснулся и начал вами заниматься на него такое сразу вылезла против него там все открыто стало и причина я пересматриваю это мы занялись этим а я почему я бы его не трогал но он тронул зато уста а я обязан тут заступиться был потому что мертвый не может сказать я ему сказал это делать нельзя как он поднялся какие ролики против меня составлять из моих же роликов наращивать то другое то ну ну сделал еще из этого у тебя нет этого ты дня не возился с детьми я каждый день переодеваюсь как ты за людьми не гоняюсь против кого-то я бы ролик составлял да говорит это срам на язык погонит даже я стал молиться о нем их заглох его нигде и нету у меня жизнь совершенно другая чем у этого человека и поэтому ему конечно он там имеет такие средства отпускает и а он еще не может сделать сказать он один а как все знают опасаются на него такие нападки я вот вижу этим делом занимается георгий максимов больше ничего не знает ни ничего нету сидеть мямли там ему хочу оговорю он уже сказал у него пика покаяния нету ничего там как место это серьги опять сбрехал дальше а дальше уже я хотел бы чтобы ему послали наше утреннее вот через каждые два часа занятия там о чем молитва идет можно как-то ему скинуть договориться сначала чтобы не пропало возьми все у меня есть я из архива прям возьму и сейчас который молимся еще ну скажи вы умеете там розыск дело сделайте розыск что у нас не православная а если этого ничего нету поэтому митрополит дает такую характеристику там я стою с митрополитом виталием нет это все равно ну его душа то живая то она же гибнет в этом срами где что там было он сразу нам наца владимира дана головина на каскуна там на везде у него больше ничего нету и он говорит и страха божия никакого нету у него то ничего нету не может показать он возится с детьми что-то строит садит урожай убирает где-то проповедь этого нет ничего этого и поэтому я могу только пожалеть и покачать головой прости его господи не ведает что творит как максим степаненко говорил когда эту такую характеристику мне дал в русскую народную линию митрополит сергий иванников он говорит митрополит за чужих заступаются у нас свои игры своих пожирают ну то есть у них там в томской области ну и правильно сказал то они ищут для другого то у них ничего нету вот так ну я вот его давно знаю его труды читал у него и ранние книги когда он еще мирянином был он всегда когда кто-то что-то не так скажет или что-то ничего сказал ему всегда письмо направлял обличительное то есть отдельно еще на один и сейчас он в принципе я вот скажу что у него труды там очень хорошие есть я вот тогда когда познакомился с православием я его труды читал и он везде строго стоял за каноны церкви там святые отцы и нигде нигде не позволял чтобы нигде не оправдывал отхождение от этого никогда и поэтому мне понравился тогда еще но когда потом я уже стал смотреть я вижу что в принципе он как бы нападает вообще на любого чуть-чуть видит что не сходится вот с тем что он знает и все мгновенно сразу нападает вот этот как будто же жестокость какая-то такая все это от безделья ничего своего то нету если бы у него было свое какое-то поприще выделено надо было возделать эту сырину распахиваться ему бы некогда было заниматься за кем-то смотри даже звенуть некогда было а он сидит тщательно составляет там это слепляет где там сказали заботливый какой не это ему не на пользу а говорит с ним вот сейчас допустим он оказался бы здесь еще говорить он без власти это церковная ни шагу не шагнет когда нас всех ватные брюки оденут на лесоповал вот тогда мы вернемся полуживые то и вечером можем пошептать я знаю где они будут говорить нормально тут он его кормят он видишь какой разожрался но знаете но все равно вот много в интернете всяких заблуждений бродит куча людей и он хотя бы занимается этими вещами допустим вышло там что надо на крест там где-то ну типа афонские старцы сказали то-то то-то сделать молиться архангелу михаилу он сразу выпускает ролик опровергает говорит нет такого нету что надо там ночью молиться и он там спустит то есть он в отличие от многих священников он хотя бы следит за тем что что вылезает всякие заблуждения начинает на них реагировать на кого сказали если где-то он сразу как собака с цепи а то его и он даже не задумывается ничего кидается и видно что я знаю людей что совершенно зря он совершенно не раскаянный у него не было чтобы даже дворкин и тот уже на меня наезжал и каждый раз сказал я не знал там не покаяние там а ему прямо сказать так вы ошибаетесь александр леонидович а это нету этого нету ничего не ни разу нигде не встречал даже зачем ему пусть он занимается у меня поприще такое люди беседую вот я бегаю с собакой у него нигде нету ничего он как сидит здесь как будто все время ему подкладывает корыто их разносит они прямо толстеют как беременная ну да без страха уточняют себя написано так давайте следующий туда вопрос ну вот он спрашивает илья важно ли богу его имя открытое моисею должны ли мы в молитве его использовать а мы используем у нас каждое молитве мы это используем в каждой те которые сейчас считают вот наши где-то молитвы то мои я их составил то и они это поминают а там более расширенная так подумаешь это ваша работа более расширена это делали сергея астахов по моему и георгием кадушкин наверно там обо мне молитву раскрыли так широко я благодарю бога я подумал что это ваша рука нет но у меня тоже примерно такой же я тоже составил примерно то же самое но вот непосредственно этот вариант это их правительство слова там добавлены правительство правителя они добавили грозных словах так вот спрашивает или я дальше как правильно изучать слово божие в какой последовательности священное писание святые отцы отцы церкви или наоборот вот как сейчас учат начале святые отцы и потом писание никогда на это не шел я неоднократно эти вопросы получал как лучше сразу никак евангелие открывай и считай иногда ничего больше не потребуется иногда кое-где что-то повторить надо для памяти обязательно названы что были глава и стих я говорю опыт у меня опыт огромный 58 лет и никогда с первого дня по-другому не говорил когда сказал слово божие теперь я раскрываю существ подтверждая опять же словом божием упоминаю святых отцов каноны церкви житья святых много поэзии знаю наизусть и поэтому про проводе очень были популярны в вагонах когда я ездил где-то плыву у меня нет образования все время подчеркиваю меня нет и гуманитарного не религиозная все достигаю сама у к я доверяюсь богу и господь показывает значит читать то есть первое все равно читать евангелие и уже обращаться только по мере необходимости долгованию ну вот как я делаю так и если допустим какое-то слово это в этом вот в субботу прошедшую наталья усатая чтобы я разъяснил 24 главу иисуса новина и увязать снова завете мы чтобы сказать что это в субботу вечером даже условия какое я все так и сделал так она там уже я не знаю она писала или еще там столько благодарности столько всего и а мне это уже доверяет человек тем более была здесь крещение приняла я до этого еще и и знал я сразу стал готовиться и тем более не считая сейчас двое там кто-то считает места в которые я заранее прихожу туда закладки кладу чтобы легче было искать все слово божие евангелие с кем бы ты не беседовал вот начинает а такие исследования показывают вот эта книга мусульманская коран вот там надо то то тогда то там то такие то списки у них у них там переписывалась не надо ничего они не знают ему говори хоть что он не знает не считал ни одного не только читала знает это еще это даст но я докажу ему да ну так еще дальше то ты должен дальше продолжать не надо я им подтверждая не критикую не трогаю меня бог не послал я пропаду евангелие но когда я сказал 4 12 диане апостолов нет другого имени под небом данного человеком который надлежал нам спастись ты сам посмотри ты входишь в этой так у нас и са и са и иисус христос это разные персонажи пророк и пророк понимаете нигде раньше не встречал чтобы так беседовали нигде начинает не надо доказывать ничего им не надо их книга зачем она мне книга их когда мне послал бог евангелие проповедовать я проповедую начинает так я скажу вам говорю досадил какую-то досаду критикую там или похулил вашего там вождя кто основал религию или вашу книгу нет ну а зачем ты мою библию заладишь они может вылезти давайте договоримся сразу ты веришь так как веришь мы делимся впечатлениями от этого у меня библия я говорю без креста нет спасения сегодня беседовал я по библии говорю а у тебя этого нету у тебя есть кто-то бы как бог сошел с неба и умер за грехи людей нету но еще могу тебе сказать нету так это не так откуда ты знаешь не так не так ты по своей книге покажи что это не так делай как хочешь по словам и отсловствующий человек оправдается и осудится никак никогда не надо не исследование я начинал тогда запоминать тем более у меня один тум посвящен ему то есть я его каждый сур и аяту сравнивал с библии расхождение 5216 эта цифра нигде больше нет она моя цифра но имя это ну сказал и все дальше одно и то же не одно и тоже я говорю чтоб прочитать вашу книгу требуется 16 с половиной часов а что библию прочитать ровно 90 еще сравнивать 5 целых там 61 сотую кажется даже надели 16 новый завет больше их книги корана только всего скажу я размеры никак и не зачем мне это нужно я вам что бы ни сказал он не знает от библии там эска зачем вы судите я же не говорю сколько раз у вас переписывали можно говорились а вы им сказал ты считал нет не считал но библию хоть раз в руках держал нет не держал на откуда ты знаешь что изменили ты должен знать оригинал с оригиналом сравнить и показать его там совсем другое а тогда нету никто не скажет ни один который там где-то light вот этот вот который я сказал сейчас вырезать там сколько посмотрите тот он частями берет он богохульствует на бога насмехается я говорю он безумец выжил из ума совершенно он горит в огне сейчас а он не будет сказать в опровержение как бы как бы но он сам как уже не показывает а ты юрий то который вышел спрашивал про него я говорю даже не слышал о ее существовании обычно люди которые не хотят показать что они не знают я считал это все а там отец кирилл говорит там где-то была мать друга где-то намного ездил я горит говорю и бог и там было наград было было это было не стоит того волан да где я только не был а здесь к я тогда решил придумать горит сам составил какой-то районный сценарий был ангел было а на самом деле то вот этот гробовой григорий он смотрит на портрет а взяли составили фотографию там из четырех из пяти человек все это замалевали и все а он начал говорить там где он если как и чего корреспондента пришел с этой фотографией но обманщики я сразу говорю я говорю не слышал и чтобы я сказал что не считала я считал видел я даже не знаю как бы это я сказал даже никто бы не узнал а зачем мне это нужно не считал я мусором не занимаюсь у меня библия я с библии ложусь и встаю и она меня ни разу не подвела вот еще вопрос агнат тихонович спрашивает он у меня такой вопрос даже не возникало никогда если год различие между святыми и отцами церкви различие есть отцы церкви святые ну надо его спросить что он имеет под святыми кто пусть она пишет и напишет отцы церкви и тут под про я так понял я так понял святые это вот мученики и все вот которые а отцы церкви это иван златоуст василий великий те которые учат я вот допустим понял так что это учителя имеет а это просто как бы святые которые просто монахи объявлене кронштадтском говорят святой и правильный я но затеяли и все повторяют но святой это неправильно и правильный это не святой масло масляное я никогда так не говорил и не скажу чего ради чего родишь одно и то же слово и никому это не говорят ни яну зато усту не василий великому а только наверно кронштадтска святой и правильный все это игра игра это и такое человеческое пустое не надо этого вот он имеет где-то ты скажи состав список кого ты знаешь только не забывай скажи в общем когда сложишь что было 1173 заранее ему скажи это то что в житиях есть если они правильная значит они на небе если их канонизировала церковь воображает предполагает что они на небе ну и какая разница они на небе а там все теперь будут делить их святой правильный так нос такой вопрос тоже задает понятие чистоты и не чистоты можете ли как-то объяснить вот ветхом завете понятия с вами чтоб как-то проще было понять что это значит и для чего это бог дал это левит 10 глава 10 стих отвечайте чисто от нечистого святой священной от несвященного почему именно так и говорится среди вас господь а уже господь знает где-то у женщины естественно не истечения мужчины естественно с приравнивать если во сне это было ты ничего не к этому поводу не давать потому что слюни у тебя рот разинулась люди вытекли разницы нет из какого отверстия что говорит но этим они сохраняли как к этому относиться как бояться это все перевод на духовное имеет я прикоснулся к мертвому человеку все сквернился а почему бог ничего не объясняет и поэтому я как бы не объяснил хорошо понятно неопровержимо там ничего не надо надо исполнять и больше ничего а почему что особенно козленка там или кисти какие зачем ты это говоришь господь знает что это не объясняется вот каноны церкви дают а почему столько 13 лет 15 лет там отнущают почему где-то можно не объяснять а то что раньше срока рукополагает 6 вселенский собор 14 15 правила ибо и господь вышел не ранее 30 лет на проповедь все ты то что когда их рукополагает раньше то есть они выше христа себя ставят отсюда остальное не требует объяснения и не надо там насаждаться из этого я сейчас скажу сразу противники будут а чего взяли где-то ничего не взял потому что толкования никаких нету бог сказал священно это не священное все жертву не прикоснуться осветиться семь дней его освещали так как к кресту потому что жертву не как это крест не надо этот вопрос не отвечается сказать ему надо выполнять то что сказано а вот с какой целью все-таки это сделано было для евреев непосредственно господь же определенные животные выделил определенные не выделила это есть можно это здесь есть нельзя тоже он приучал их златоус объясняет так когда запретил есть то и другое то только одно можно было нельзя там крокодила ел у него прекрасное мясо другое нельзя а можно только жвачкой копытной а у них там бог быкапис я не поневоле этих богов начали резать у меня стихотворение есть виктор николаевич поет лошадь по писанию нечисто на копытах нету не разреза можем взять чему-то научиться не бесполезные корова корова тут интересно как у меня еще одно стихотворение про корову как корова жалуется богу на людей что они со мной сделали такой сынок у меня рос они его съели дочка подрастала тоже сожрали я тебя рогами тут но я просто бога боюсь корова говорит а вот когда вы бога благодарите за нас и тогда нам легко то стихотворение вот так и она взяла написала одной там женщина потерявки там целое расследование было это лена послала она даже мыслях не думала а там так на него поднялись так батюшки побежали жаловаться что она имела ввиду больше ничего тут не надо ничего иметь корова жалуются вы на кого жалуетесь на лену или на корову лена то ничего не сказал на игнать его написал я написал стихотворение от имени коровы апологет ее вот это и есть тоже мне кажется безделье когда люди заняты не божественными духовными делами то им все время что-то кажется кажется говорят народе крестить когда кажется кажется это нечистая сила по и проявляется крестное знамение да и надо стоит не забывать иногда забываешь просто да потом думаешь а как же так мысли такие пошли а ты не перекрестился перекрестился все нету сколько раз так было ну тогда еще такой вопрос открыта ли нам возможность приносить жертву богу минуя первосвященство я вот сейчас не слишком понял вопрос пускай здесь есть что он имеет ввиду я догадываться не буду нужно четко и ясно то есть если я богу приносить жертву какую жертву где мы ее приносим сегодня в алтарь нет а для бога жертву я везде ее приношу ближнего увидел нуждаются я ему помог это и есть жертва богу меня навестили меня господь меня накормили меня напоили определенно то есть что ты делаешь все что делаете делать от души как для господа все вот он следующий вопрос пишет верно ли что исполнение закона есть жертва богу для получения его благоволения исполнение закона есть жертва богу понимаешь как нигде писание об этом не говорит это совершенно естественно состояние рожденный от бога не может грешить и поэтому для него этот свет попутный ветер все в этом заключается бог сказал душа моя сказала аминь я никогда не рассуждаю он сказал я целую его следы я благодарю его я удивляюсь всякой красоте тут поместили вчера или сегодня там проповедь говорил андрей ткачок чтобы мы научились и звездочки радоваться и улыбки и светочку и всему я каждый день этим живу почему они настроение у меня всегда светло я не могу на девице сколько всего с голубями тут вожусь пресса себе у меня всегда есть возможность порадоваться перед окном у меня тут жуланы птички всякие сороки прилетает снегири я тут все это все сыплю им сыплю кормушек у меня сколько в саду только у нас было моих скворечников 123 вообрази 123 там из огнетушителя из валенка из сапога из чугуна еще только не было ну надо знать чтобы они на вылазить могли там должна быть такая деревяшка ставишь чтобы они вылазить могли так люди приезжали остановились разговаривать невозможно было оркестр такой и там смотреть не на что вот один спилили пение его пополам расколол 6 сделал перегородки повесил один половина дня там 6 гнезд и все занято а сейчас травят поля из сковорцов почти нету потравили все а тогда были туши там туши такие солнце закрывали надо сделать они на вещь как придут и на вещь как едут все время и выбирают что-то у них там насекомых скворцы я просто люблю люблю это творение божие разглядывая смотрю считаю вот здесь ролики там выставляет иногда сегодня посмотрел зимородок и существует это чуть не 50 разных сверосветов но там не знаю 20 или 30 грамм прям такой легонький он ныряет в воду и рыба уже маленькие все во рту а если кормит ребенка ему около ста надо раз нырнуть в воду вот еще один вопрос уже другого человека спрашивает мир вам игнатий тихонович владислав кстати его зовут скажите как православному выбрать супругу ведь на женщин же требуется смотреть как на сестер нельзя же смотреть с вожделением ну то есть как на сестру я на него типа смотрю и как я могу ее как как жену выбрать он как бы такой вопрос задает определенно остался без жены не ищи жены ты сначала по этому краю пройди а вы будете иметь скорби по плоти а мне вас жаль тем более сейчас и дети будут с прививкой и будут умирать мучиться зачем тебе это зачем блаженно щреба не родившие сосы не питавшие мы вплотную подошли к этому и советовать где-то как-то она может прикинуть а такое платье наденет и длинная и все и а утром когда-то она отмоется и ты увидишь там кочерга что я надел а уже никуда не уйдешь она будет спать а ты должна работать и она будет где-то поехала чуть-чуть она уже раздета тебе ничего не сделать другое дело если она из религиозной семьи все верит там и ты знаешь что по-другому никак но сам смотри посоветуйся со священником как там как тебе сказать одного одно нравится другое другое а за что она меня за муки полюбила вот видишь как поется песня видя как я мучаюсь нет я тут не советчик я даю совет безошибочный останься как я гопа стопай подражайте мне как я христу и все все зачем тебе ты для бога и уже вы никакой тебя нигде не будет тебя ждут такие беды и она будет на каждом шагу пилить тебя то не надо это раз другое дальше уже это уже достигнутая раз достигнутая него что ставится еще дальше и она будет при людях тебя в крючок сжигать сколько я знаю на благовестие она не пойдет она будет трясти рукавом ты будешь работать я вот ни копейки никуда не отдаю только десятину отдала остальное у меня сейчас одна задача игорю комбайн